Антихрист Антихрист вместо Христа Антихрист вместо Христа. Может ли он появиться из экуменизма? Антихрист – это конкретная личность, которая готовит для себя религию, новую религию. Поскольку он называется Антихрист, то это, скорее всего, будет религия, связанная с христианством. И такая новая религия строится, формируется в мире уже давно. Уже давно это экуменизм. Вполне возможно, что вот эта новая экуменическая вера, в которой уживаются все ереси, в которой можно верить так, как хочет и кто хочет. И все эти разные понятия якобы составляют одну общую картину о Христе, более полную. Вот там такое убеждение. Поэтому и нельзя нам там православным быть и участвовать. Мы храним истину, полную истину. И к истине ничего добавить уже нельзя. Любая ложь, противоречащая истине, она несовместима с истиной. Надо чуждаться этого всего. Вот, к горькому сожалению, представители и нашей церкви, в том числе, тоже уже давно состоят в экуменическом движении. И вот этот собор, который произошел на Крите, уже явно принял экуменизм. И нам сейчас нужно ждать, что будет в ноябре. Наконец, в ноябре, начало декабря назначен внеочередной архиерейский собор, на котором предполагается вынести решение по отношению к Критскому собору. Какое это будет решение? Если одобрительное, как в некоторых поместных церквах уже случилось, то это будет точкой невозврата, началом той трагедии, которая на глазах у нас развернется в самом-самом жутком виде и может привести к концу. То есть, по всей видимости, его религия это и будет, экуменизм, современный экуменизм. Поэтому они так стараются ее сформировать и затянуть туда православие. И вот одна христианка прислала письмо и говорит, что ее начальник состоит, это не в нашей стране она живет, ее начальник в конторе, в которой она работает, состоит в какой-то или масонской ложе, или еще где-то. И он хвалится открыто этим. То есть, он не стесняется это сказать. И вот она осмелилась и задала ему вопрос. Вот по-вашему, вот там, где вы состоите, вот, зачем нужен был Критский собор? Зачем? Он молчал, говорит, сначала не отвечал на вопрос. Она приставала к нему, еще, говорит, сотрудники удивлялись, кажется, что она так смело себя ведет. И он, в конце концов, сказал ей, причем сказал как-то так злобно, как она говорит, чтобы реформировать православие. Видите, какое жуткое признание. Зачем был Критский собор? Чтобы реформировать православие. Всемирный Совет Церквей – это их орган, управляющий орган экуменического движения. Вот так. Если в этой истории есть реальная правда, если этот человек действительно знает эту тайну и проговорился, так сказать, или уже не боится и не скрывает ее, говорит открыто, вот, то правильно так и нужно понимать реформация православия. Эта реформа заключается в том, чтобы внедрить в православие ересь, внедрить в православие ложь. То есть уничтожить православие. Но мы, в первую очередь, должны все это отвергать внутренне. Понимать, что это та погибель, о которой говорит откровение Иоанна Богослова. Это та погибель, которая может развернуться у нас на глазах в ближайшее время. Причем ужас весь в том, что если, например, наша русская православная церковь тоже примет экуменизм как ересь, то тогда благодать отступит от церкви нашей. Останутся в благодати только те, кто не примет эту ложь. Это единицы будут, это мизерное число будет, если будут архиереев, совсем небольшое число священников, ну и мирян, которые вокруг этих священников еще соберутся. Вот. Если благодать отступит, то тогда антихристу уже ничего не помешает прийти. Потому что апостол сказал, что антихрист не придет, пока не произойдет отступление. Вот это отступление как раз от истины. То есть пока не отступит благодать Святого Духа. Вот отступит благодать вследствие принятия ереси. И тут антихрист уже придет, ему ничего не помешает. По всей видимости, он готов прийти, даже уже технически все готово. Видите, уже принтеры, сканеры, технологии, патенты уже есть. И все. Вот мир к этому готов. Мир вон трясет. Тут войны, там войны. Тут взрывают, там теракты, тут еще что-то.